МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня Совет Федерации одобрил закон о федеральном бюджете на 2016 год. В итоге нынешний документ сверстан с доходами в размере 13 трлн 700 млрд рублей. Расходы составят 16 трлн с небольшим, дефицит в итоге бюджета составит 3% ВВП. Бюджет вполне можно считать успехом для Верхней Палаты, поскольку сенаторам удалось отстоять некоторые ключевые положения, касающиеся регионов. Так, ко второму чтению, в Государственной Думе члены Совета Федерации подготовили три поправки, направленные на поддержку региональных бюджетов. Из них была принята поправка по бюджетным кредитам для субъектов. Если в первом варианте законопроекта на эти цели предусматривалось 140 млрд рублей, то позже депутаты смогли увеличить сумму на 170 млрд до 310. Кроме того, с участием сенаторов была принята одна большая поправка, согласно которой почти 312 млрд пойдет на дополнительные социальные расходы. В частности, 50 млрд направят на создание новых мест в общеобразовательных школах в целях ликвидации трех-третьей смены и перевода школьников из ветких зданий. 5 млрд составят дотации на капремонт для отдельных категорий граждан. Тем не менее, принятие бюджета не означает, что Совет Федерации выпустит из своего внимания контроль за его реализацией. Члены Верхней Палаты намерены внимательно следить за эффективным расходованием бюджетных средств, а в случае необходимости вызывать с отчетами на заседания министров, а также руководителей профильных ведомств. Работу над бюджетом ведут и депутаты окружного собрания. На заседании Комиссии по экономической политике и бюджету парламентарии рассмотрели расходы Государственной инспекции по ветеринарии, Департамента региональной политики и Департамента природных ресурсов, экологии и АПК. Информацию о расходах Департамента АПК представил заместитель губернатора Олег Белак на реализацию госпрограммы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельхозхозяйственной продукции, сырья и продовольствия в НАО. Запланировано около 625 миллионов рублей. В программе предусмотрены новые виды субсидий, в их числе субсидии на возмещение части затрат крестьянско-фермерским хозяйством при производстве и реализации продукции овощеводства открытого грунта на территории НАО, в основном картофеля. Закупку и доставку комбикормов для птицеводства в размере 80%. Запланированные субсидии личным подсобным хозяйством на производство молока также предусматривается субсидия на поддержку развития семейных животноводческих ферм в размере 312 тысяч рублей на одно хозяйство. Субсидия в размере 40% предусмотрена на возмещение части затрат по строительству убойных пунктов модульного типа. На подпрограмму развития торговли и потребительского рынка запланировано около 150 миллионов. Из них 98 будут направлены на возмещение части затрат на производство хлеба и хлебобулочных изделий, их доставку в сельские населенные пункты в случае отсутствия пекарен в поселениях или на период их ремонта. В ходе обсуждения депутаты высказали свои предложения и рекомендации, в том числе рассмотреть вопрос о возможности субсидирования затрат физических лиц при производстве и реализации картофеля. Оплачивать так называемые больничные листы гражданским служащим и работникам бюджетной сферы в регионе теперь будут наполовину. Законодатели окружного собрания на заседании комиссии по социальной политике поддержали инициативу аппарата администрации Ниницкого округа. После принятия решения на сессии стопроцентная компенсация по бюллетеню сохранится только для отдельных категорий граждан. Сейчас больничный лист гражданским служащим и работникам бюджетной сферы в регионе оплачивают по стопроцентной системе. Например, если человек с ангиной сидит на больничном, то в своей зарплате, собственно, ничего не потеряет. В конце месяца на руки он получит привычную сумму. Половину компенсирует фонд ОМС, вторую – региональная казна. От такой практики решено уходить. Данный законопроект предполагает, что это гарантия, которая сейчас существует, сохранится в неизменном виде для отдельной категории граждан. Это для тех, кто находится в отпуске по беременности родам, для тех, кто находится по беременности родам, также по уходу за ребенком и в отношении женщин, которые в состоянии беременности находятся. Для них эта гарантия остается на прежнем уровне. Для остальных гарантия будет установлена в виде 50% компенсации среднего заработка. По мнению чиновников, инициатива вполне справедлива. Если закон будет одобрен, то 50%, которое из бюджета региона недополучит тот, кто сидел на больничном, прибавят зарплате его коллеги, который, в свою очередь, выполнял чужие трудовые обязанности. Между тем, на заседании постоянной комиссии поддержали еще один важный законопроект. С помощью него депутаты намерены решать извечную проблему на селе. Это нехватка кадров. Рабочие места, в принципе, есть, но нет желающих их занять. Молодые люди, отучившись в вузах или СУЗах, не хотят трудиться в деревнях и селах. Мол, условия, не те, а нам бы жилье комфортное. И для того, чтобы привлечь молодых специалистов в сельские населенные пункты, предлагается принять данный законопроект, который предусматривает предоставление общежитий, принадлежащих Ненецкому автономному округу, молодым людям до 30 лет, которые окончили образовательные учреждения, высшие или профессиональные, на три года, которые не имеют жилых помещений в сельских населенных пунктах. Пока, правда, непонятно, как реализовать данную идею. Ведь пустующих общежитий в регионе, по сути, нет. А строить – дело дорогое. По мнению депутатов, этот законопроект будет принят с перспективой на будущее. Олег Танзийский, Вадим Стасюк, Телеканал «Север». Более 400 памятников участникам Великой Отечественной войны установили на территории округа в этом году. Масштабного результата удалось добиться благодаря общим усилиям администрации округа, города, сельских поселений и общественных организаций. Положительный эффект трехстороннего взаимодействия стал главной темой пятого форума НКО. В год 70-летия Победы результат трехстороннего сотрудничества вышел на новый этап. Такого количества проектов округ еще не видел. Благотворительные акции, конкурсы, концерты, военно-патриотические слеты, вечера памяти и флэш-мобы. Достойно встретить 70-летие Победы удалось благодаря тесному взаимодействию власти, бизнеса и некоммерческого сектора. Совместными усилиями удалось достичь, казалось, невозможного. Только ветеранскими и поисковыми организациями округа были захоронены участники войны, преданные земле без должных почестей. Без содействия местных и окружных властей эта работа затянулась бы на годы. Мы, так сказать, совместно с администрацией как бы восстановили справедливость в отношении к ней. За этот период, за 15-й год, было установлено почти 400 памятников на могилах участников войны, которые вот умерли до июня 90-го года. Это очень акция знаменательная, важная и знаковая. Именно поэтому пятый форум некоммерческих организаций начали с награждения. Отметили тех, благодаря кому жизнь в округе стала немного лучше – набровольцев, волонтёров, общественников, предпринимателей. Окружные бизнесмены в этом году стали активными участниками проекта «Добрый НАО». Ресторан «Карамель» в течение года приглашал детей-сирот на дни рождения. Праздник проводили активисты общественной организации «Театр Мальвина». В кинотеатре «Синема Стар» школьники, дети с ограниченными возможностями здоровья и ветераны могли сходить на бесплатный сеанс. С января по ноябрь фильмы о войне, мультфильмы, патриотические картины посмотрели почти 500 человек. «Такие мероприятия, которые проводятся, мы сильно объединяем однозначно. Делать приятное для округа и делать какое-то доброе дело для округа, я думаю, что это стоит гораздо больше, чем все деньги». Сегодня на территории округа работают 175 некоммерческих организаций. Они действуют там, где государственный сектор не справится самостоятельно. Социальная защита и реабилитация людей, поддержка детей-сирот, забота о бездомных животных. Ежегодно округ выделяет средства на финансовую поддержку социально ориентированных НКО. В этом году им были выделены субсидии в размере более 17 миллионов рублей. В 2016 году сумма поддержки из окружного бюджета превысит 10 миллионов. Валентина Чибичек, Александр Дуркин, Телеканал «Север». Ну а вопросы развития так называемого третьего сектора на селе, формирования партнерских отношений органов государственной и муниципальной власти с некоммерческим сектором обсудили уже на пленарном заседании по итогам форума НКО. В пленарном заседании в рамках форума некоммерческих организаций приняли участие и главы сельских поселений. По словам руководителя Департамента региональной политики Виктора Ильина, по сравнению с городом в сельских поселениях третий сектор развит недостаточно. Третий сектор как инструмент развития сельских территорий стал одним из главных вопросов. Глава администрации села Тельвиска Александр Чурсанов на примере своего муниципального образования рассказал, с какими проблемами могут столкнуться желающие создать некоммерческую организацию. Когда создавались в муниципальных образованиях добровольные пожарные дружины, вроде бы все было создано, и после того, как мы столкнулись с проблемой налоговой отчетности, затем пошли штрафы, и в итоге вся работа была свернута. И поэтому, чтобы не допустить подобных ситуаций, в нашем случае, вот администрация муниципального образования, мы переговорили с нашей бухгалтерией, и на первых порах с составлением этой отчетности мы будем этим организациям помогать. О важности такой помощи отметил и глава региона Игорь Кошин. «Самая наша большая проблема – это, безусловно, наша малочисленность. И вот вопрос, который был, большинство некоммерческих организаций, к сожалению, малочисленные. И понятно, что тащить на себе весь спектр юридической отчетности довольно-таки сложно. Поэтому давайте подумаем все вместе, может быть, нам имеет смысл сделать, я почерплю некоммерческую организацию, которая будет оказывать эти услуги». Чтобы как можно больше проектов обрели жизнь, по словам губернатора, должна быть поддержка со стороны органов власти. Наталья Ермакова, председатель комитета по молодежной политике, рассказала об эффективной практике взаимодействия с органами государственной и муниципальной власти на примере Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого округа. «В юбилейный год у нас впервые была весной экспедиция «Белые призраки». И там тоже принимали участие и Ненецкая окружная организация скаутов, и региональное отделение поискового движения России, и другие организации». Особое внимание было уделено и вопросу вовлечения НКО в сферу оказания социальных услуг населению. «Они тоже могут участвовать именно на рынке предоставления социальных услуг. То есть это новое направление рассматривается. Я думаю, что дискуссия получилась интересная. Многие взяли полезную информацию и предложения. Сейчас продолжение, пленарное заседание. Поэтому я думаю, что предложения будут высказаны, которые потом уже в резолюцию форума». Привлечение некоммерческих организаций в сферу оказания социальных услуг населению, по словам организатора форума, позволит повысить эффективность использования бюджетных средств и внедрить в практику новые подходы оказания помощи гражданам. Подводя итоги, глава региона Игорь Кошин отметил, взаимодействие третьего сектора и органов власти в 2015 году прошло на хорошем уровне и поставил задачу на следующий год – повысить планку взаимодействия для решения общих задач. Любовь Пермякова, Вадим Носкин, Телеканал «Север». Далее о сроках открытия дороги. Снежная трасса. Главный зимник региона откроют до конца года. Заверили дорожники, верят ли. С глазу на глаз руководители сельсоветов обсудили один из самых важных для поселения вопросов. Подготовка к зиме о результатах в материалах выпуска. На Ринмаре продолжается семинар глав муниципальных образований. Программа трехдневного семинара очень насыщенная. Руководители встречаются с представителями власти, обсуждают общие проблемы, делятся опытом. Сегодня главы поселения обсудили еще один из важных вопросов. Это подготовка к осенне-зимнему периоду 2015-2016 годов. О планах работы по этому направлению сообщили начальник районного управления ЖКХ и строительства Алексей Парилов. Уважаемые присутствующие, все мероприятия проходили штатно, в рабочей обстановке. Все объекты получили паспорта готовности. Совместно с вами, значит, здесь есть у меня небольшая статистика, выдано 1195 паспортов, это в целом по всем муниципальным образованиям и по объектам. Это дизельные, котельные, сети, тепловые и электро по жилищному фонду. Также Алексей Парилов отметил, что по технической готовности главы отработали слаженно. Все мероприятия, которые планировались, выполнены в полном объеме. Все объекты теплоснабжения готовы к эксплуатации. Каменный уголь, дрова, а также дизельное топливо. Населенные пункты доставлены вовремя. Ответственно относиться к оплате за поставленные энергоресурсы. Заместитель губернатора Анининского округа Алексей Кайдалов призвал население и организации региона вовремя рассчитываться за поставленные услуги. Иначе придется платить сверх положенной суммы. С нового года в два раза увеличатся пени за просрочку платежей для управляющих компаний, тепло- и водоснабжающих предприятий за электроэнергию. Что касается населения, то начиная с четвертого месяца долга пени вырастут до одной 130-й ставки. Также Алексей Кайдалов отметил, что за нарушение исполнения обязательств по оплате устанавливается административная ответственность. Штрафы для юрлиц составят от 100 до 300 тысяч рублей. Ножностные лица могут быть дисквалифицированы на срок от двух до трех лет или заплатят штрафы от 40 до 100 тысяч. Новые условия вводятся для неотключаемых потребителей. Их перечень будет ежегодно утверждаться губернатором. В порядке, установленном правительством России. В список попадут медицинские и образовательные учреждения, организации транспорта, сети и связи, а также осуществляющие централизованное водоснабжение и отопление, государственные органы и другие объекты, обеспечивающие стабильную жизнедеятельность региона. Но с 2016 года их обяжут предоставлять обеспечение исполнения обязательств по оплате поставляемых ресурсов, в том числе в виде безотзывных банковской гарантии. Зимник Наринмарусинск откроется до конца года. Об этом заверили дорожники. Минувшие оттепели и метели осложнили работу подрядной организации, осуществляющей устройство основного зимника региона. Однако с похолодания темпы работ планируется наращивать. На сегодняшний день дорожная техника прошла 40 километров зимника со стороны Наринмара и около 20 километров с противоположной стороны. Общая длина трассы, подлежащая обустройству 90 километров, по информации подрядчика, сейчас на зимней автодороге задействована 10 единиц техники. С понедельника к работе привлекут еще 4 автоцистерны для пролива трассы, фронтальный погрузчик, 2 кировца и бульдозер. По плану к проливу зимней трассы должны были приступить еще на прошлой неделе, но плюсовая температура воздуха внесла коррективы в работу подрядчика. Помимо аномально высокой для этого времени года температуры, сложности при строительстве зимника создает недостаток снега на некоторых участках. Его приходится завозить самосвалами. Ожидается, что движение по дороге для большегрузных и легковых автомобилей в этом году откроется в конце декабря и продолжится до апреля включительно. Это новости севера. Смотрите далее в программе. Прощай Триколор ТВ. Телеканал Север с нового года прекращает вещание в этой спутниковой системе. Альтернатива, впрочем, есть. Телеканал Север с нового года прекращает свое вещание в пакете Триколор ТВ. Такое решение принято в связи с оптимизацией бюджета как телекомпании, так и региона в целом. Только в год на трансляцию севера в Триколор ТВ тратились десятки миллионов. Паниковать зрителям, впрочем, не стоит. Наш канал по-прежнему остается доступным на кабельном ТВ, в интернете, а также в пакете НТВ+. Семья Ардеевых, абонент Триколор ТВ. Впрочем, последний месяц. Как только Елена и ее близкие узнали о том, что телеканал Север с 1 января больше не будет вещать в пакете Триколор, тут же решили, пора переходить на НТВ+. С 1 января мы узнали, что трансляция телеканала Север не будет осуществляться на Триколоре. Мы с семьей посовещались и решили переключиться на НТВ+. Посчитали, посмотрели, так как это выгодно, значит, качество получше. Уйти с Триколора наша телекомпания решила в связи с оптимизацией бюджетных средств. В год на трансляцию Севера приходилось тратить десятки миллионов. Удовольствие в настоящее время отнюдь не дешевое. А тут еще и претензии появились к спутниковому провайдеру. Сейчас очень большие проблемы с качеством сигнала у Триколора. То есть очень много зрителей жалуются на высыпание картинки, на какие-то конвертики в углу экрана или просто пропадание сигнала. Подобные комментарии можно прочитать и на различных форумах. Вот, сравнивая Триколор ТВ с НТВ+, пользователи интернета в последнее время все чаще отдают предпочтение о последнему. У них и сбоев меньше, а главное – цена лучше. Если полностью менять модуль, то есть если полностью менять приемник, то это будет разница Триколора – это 8-9 тысяч и НТВ+, это 5 тысяч рублей. Сэкономят пользователи НТВ+, и на абонентское плате. У Триколора она чуть больше, конечно, незначительно, но все же. Что касается количества каналов, то разница здесь практически отсутствует. У НТВ+, за 89 рублей в месяц доступны будут 163. И даже при отсутствии денег на счете остается возможность смотреть федеральные каналы. Триколор ТВ в этом случае полностью отключает услуги. Роман Зимин – владелец магазина, где продают спутниковое телевидение. Самое ходовое – Триколор ТВ. После Нового года предприниматель ожидает, что в числе лидеров по продажам окажется и НТВ+. Если будет спрос на других операторов, в том числе НТВ, мы готовы обеспечить наличие оборудования в нашем магазине. Дефицита не будет? Дефицита, надеюсь, не будет. Теперь важный момент. Если человек, который сейчас является абонентом Триколора, решит купить ресивер НТВ+, то приобретать тарелку и настраивать ее на другой спутник уже не придется. Тарелку менять не нужно. Спутник, с которого идет вещание Триколор и НТВ, тот же самый. Единственное, что ресивер, оборудование приемное, нужно будет другое. Напомню свое вещание. В пакете Триколор ТВ Телеканал Север прекратит с Нового года. Альтернатива огромная. Это и кабельное ТВ, и НТВ+, и, конечно же, интернет. Полный список того, где нас можно увидеть и услышать, выложен на официальном сайте Телеканала Север. Олег Танзейский, Роман Телемарский, Дмитрий Лукевич. Телеканал Север. Что ж, такова была информационная картина этого дня. Все новости есть и на нашем сайте, адрес ТРКСевер.ру. Далее прогноз погоды. До встречи. Продолжение следует...